Здрасте. День добрый. Подольская? Точно так. Погнали. Пристегнётесь? Так зачем ты недалеко? Нет, ну, далеко-недалеко. До кладбища тоже недалеко, знаете? Поехали уже. Смотрите сами. Малер всё будет. Вы любите экстрим? Вообще еле нашёл вас. Вообще, где припарковались? Ну, где вы указали, там и припарковался. Ну, что, бегаешь? Пять минут шёл. А тяжело, да, в вашем возрасте пройти? Да не, мужик трахался вчера. И стыщился. И тебя, наверное, не понять. Да куда уж мне. Ну, сердце-то не остановится, нет, наверное, здесь. Нормально всё будет. Езжай. Слушай, налево меня туда буквально 30. Так вот, я сейчас... Ну, я точку поставил дальше. Ну, вы где точку поставили? Ну, эту точку не... Ну, сейчас мы приедем. Ну, всё... Так, где на подольскую, к зубному нужно. Я понял, ага. Слушай, напомню, какая-то песня. Та-да-да. Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Французская песня, вот давно ещё. Я не говорю по-французски. Та-дисонвал... Ла-ла-ла... Марсельезу знаешь... Нет. Типа, алексин фон де ля па три... Почему мой любимый гимн... Ну, вот мы приехали... Буквально 50 метров по прямой. К зубному мне запись на 2. у вас подольская вот угол угол вот дом вас подольская вот за углом вам если идти давайте припаркуй сюда вам за угол подольская вот там да нет асада это загородный подольская вот личная вот кирпичное здание там дальше дикси вот подольск клиника смотрите направо вот она подольская я что на такого долгу я бы похож к сказочный долбоеб зачем его только из больницы выпустили словно поставил точечку чтобы к ней приехать чтобы чтобы не опоздать прийти вовремя и не может быть то точки стоять может быть проблема с навигатором либо там в головах разруха не в лазетах а в головах вот вас вас здесь я не могу повернуть на право здесь кирпич понимаете здесь не а вам нужно пройти 30 метров и вы все увидите уже как те зовут мое имя твое имя у меня твое мы будем пассаж с какой целью интересует евгений меня за геню чтобы знать кому обращаться такая ситуация но вчера трахался но к этим это я уже реально я поздравляю вас ну блин настолько жестко что кровать сломалась и провалилась немножко ногу и ушиб я вот не могу дойти понимаешь производственная травма мне на руках вас отнести что любишь ну если как бы считаете нужно не считая просто ну идите идите как говорится у вас быть безнал слава богу поэтому вы можете вот выйти и пойти вот уже ошибаешься да знаю таких офигевших таксистов который офигевших таксистов которые до точки не доводят и такое говорят у тебя безнал просто уже на были такие ситуации поэтому я поставил себе ну гнал и я вам оплачу только в случае если вы меня правомерно довезете до финальной точки какое другое в другом случае как бы ну и отказываюсь выходить сейчас я напишу зубному что я опаздываю у нас прямо безмерное количество времени у меня вы нарушаете извиняюсь мои права потребителя ну как бы я плачу деньги как следствие я имею право получить но услугу оказанного но могу в приложении вам показать что я поставил . на другом месте мне кажется уже нет смысла выпиандриваться и давайте по-добру по здорово ты на кого господнял сути потрох скажите пожалуйста крылья вашими словами спрошу вы трахались как это всем делают или вы мозг кому-то стесняю спросить выйти о чем говорите вам надо вот направо вот ненавижу когда мозг выносят вы очень похожи на вчерашнюю даму честно признаюсь которая трахал вот не люблю когда в этом процессе я внешне я внешне похож на нее ну по характеру товарищ на мне внешне вроде знаете есть но если внешне личные дома было вторичные половые признаки борода подозреваю в может и первичные наличество ну так сказать менталитет бабский но вместо того чтобы ну сделать дело оказать услугу на начинается чё у вас случилось и вы такое не хотите просто я вчера не трахался вот что может быть из-за этого просто мы друг друга не понимаем я вам объясняю еще раз вам надо вот туда направо я повернуть направо не могу направо не могу будет тут кирпич и я могу только объехать этот весь район но я объезжать его не буду потому что . у вас определилась вот с этой стороны страны загородного вам надо направо кому я это все очень и очень похоже знаете на что на что что вы какое-то как прав союзные бунтовщик что там таксистом не доплачивают вы такие вот недавно еще буквально бунтовали вот курьер карты не курьера профсоюз таксистов там типа бабок вам мало хотим это но я не думаю что вы сожжете там бензина дофига если реально нога нога подвернута не подвернута она ушиблена сейчас зубик полечу потом 2 хотел вас даже для травмпункта нанять чтобы там осмотрели рентген сделать что реально хромая у меня еще такой появилась одна мысль на всякий случай тоже ее озвучу может быть все таки у вас вы как вы опять же сами сказали трахнули не человека мешок с запрещенными веществами нет ну вот очень просто как то вы очень странно себя ведете просто и мне кажется у вас уже прошел слушай давайте познакомлю с кем ты может потрахаешься и легче станет нет спасибо я просто перебоюсь что я у меня пошел подхвачу тоже что и вы это же начну себя странно вести я беспокоюсь поэтому послушай чисто на психоаналитические у тебя внутри час но некоторый конфликт некоторая проблема и ты сейчас она реализовываешь посредством меня ну то есть ночь боль без лучше чувствую твой боль там с бабками с телками хуё-моё работает может и художник вольный может человеком хочешь стать великим ну как-то вложить свой мир каждый человек сам по своей природе ну созидающий он прекрасный хочет создавать дома строить семьи созидать но из-за того что занимается хуй той всякой который ему не по душе начинает вести вот себя чем вот образом как вы себе ведете слушай мне консультации недорогие могу записать себя как бы я знал что поездка будет простая как только вас увидел если честно слушай ты меня ты меня доведешь до точки я тебя проконсультирую как бы научу я и жить в кайфе работать чтобы нравилось да может много бабок не будет женщин трахать не за знакомиться поначалу нужно конечно там в театры походить книжечки почитать так условно же в хорошем настроении быть а то когда это рутина монотонная мы каждый каждый день в его бываем каждый день ну чё-то работаем на нелюбимой работе конечно у нас настроение говно конечно мы не хотим доехать чертовых 50 метров ну конечно попотеть придется вашем случае но не безнадежную вы не безнадежные это просто какой-то армагеддон я прям серьезно говорю это просто какой-то конец света наступил у меня в машине слушай погодка хорошая так я просто ну позавчера типу зуб выбил видишь короче рассечение у меня прям реально больно было сами себе не типу который слишком много он не педикам назвал и очень нехорошо себя вел вижу ты спокойно не сильно меня провоцируешь и слушай видно ты жить хочешь да да спасибо жить хочешь но ты живи благодарю более что это за такое у меня до хера вопросов и нет ответов я думаю что у вас они тоже есть самый главный меня вопрос интересует где он взял эту шапку связал ее сам или у бабушки отнял ли у ребенка на детской площадке для по-моему в натуре вот это это эпидемия просто эпидемия а то что его назвал чувак этим словом так он судя по всему недалек от истины вообще конечно по-моему винни-пух перебрал с медом вчера у меня нет комментариев хули по моему все понятно все понятно поеду святой водички в церкви наберу побрызгаю здесь греха подальше друзья всем привет вы когда-нибудь видели чтобы с косаря можно было сделать 10 тысяч рублей всего за пару часов вот вам подгон я наткнулся недавно на ролик который мой знакомый блогер поделился лайфхаком как можно заработать на онлайн игре я лично проверил этот метод и он реально работает так что кликайте прямо вот сюда смотрите этот ролик до самого конца и начинайте зарабатывать не упускайте такую возможность кликайте на ролик и смотрите всем удачи